Здравствуйте! В эфире субботний информационная программа Вести Карачаева, Черкесия. С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. Сила народа в его единстве. Сегодня наша республика вместе со всей страной отмечает День России. Паспортный стол Хабецкого района отмечает новоселье. Миграционная служба получила в пользование новое издание. Подробности в нашем выпуске. И, конечно же, наша постоянная рубрика в гостях у Росгвардии, где мы узнаем о буднях сотрудников нередомственной охраны по городу Черкесии. Сегодня вся страна отмечает государственный праздник – День России. Главу и жители Карачаева Черкесии поздравляет президент страны Владимир Путин. Этот праздник объединяет многие поколения вокруг незыблемых ценностей патриотизма, свободы и справедливости. Мы все искренне стремимся внести свой вклад в развитие страны. У нас общая цель – чтобы наша любимая Родина была сильной, а жизнь людей – мирной и благополучной. Желаю вам успехов, здоровья и всего самого доброго. Слова поздравлений с пожеланиями по отцветанию направил и председатель правительства России Михаил Мишустин. Жители родной Карачаевой Черкесии поздравил глава республики Рашид Тимрезов. Многовековая история нашего государства свидетельствует о том, что сила народа в его единстве. В общем, стремление к лучшему, большему в ответственности за будущее нашей Великой Родины России. Нашу страну отличают не только уникальные и богатейшие природные богатства, достижения во всех сферах, духовно-культурные традиции, но и огромный человеческий потенциал, который вкупе с усилиями руководства России, регионов, реализацией стратегии развития страны, федеральными и региональными проектами, программами, несомненно, позволит добиться всего намеченного. Накануне в Доме правительства состоялось торжественное награждение государственными наградами, почетными званиями и почетными грамотами жителей республики, которые своими добросовестным и многолетним трудом внесли особый вклад в развитие Карачаева Черкесии. Было отмечено, что сегодня делается и многое сделано для социально-экономического развития республики. Возводятся и ремонтируются детские сады и школы, фельдшерские пункты и больницы. Строятся дороги и мосты, создаются и развиваются новые аграрные производства, благоустраиваются дворы. За достигнутые трудовые успехи и активное участие в общественной жизни республики почетные звания были присвоены десяткам жителей региона. В городах и районах сегодня пройдут праздничные мероприятия. Насколько важен этот день для граждан нашей республики? За что они любят свою страну? Отвечали жители Карачаева Черкесии. Люблю Россию за то, что она большая и я в ней родился. Все дружно живут, практически никого не обижают. Очень хорошо в России, лишь мне нравится и брату моему. За что Россию можно любить? Хотя бы только за то, что мы здесь родились. За ее березки, за ее ромашки, за тот символ, который, я думаю, в душе у каждого человека, рожденного именно в России. Ведь больше нигде в мире, это мое личное мнение, вот этих красивых мест, как в России, нет. И каждый все-таки любит ту родину, где он родился. Свою страну я очень люблю и не променяю ее никогда ни на что другое. Хотя бы потому, что здесь жили мои предки, живу я, живут мои дети. Страна у нас все-таки может быть где-то с какими-то трудностями, но тем не менее, это страна, в которой людям уделяют большое внимание, уделяют большое внимание старикам, детям. Ну и, наверное, потому что это просто наша страна. Очень бы хотелось, чтобы люди добрее относились друг к другу. И, наверное, чтобы она развивалась как можно быстрее, и как можно больше у людей было возможностей для отдыха, для труда, для собственного развития. Ну, когда я слышу слово «Россия», я сразу представляю большую, огромную страну, величественную. Я желаю, чтобы все жили в мире. Надеюсь, у нас будет все хорошо, не будет никаких войн. И детям мы это объясняем тоже, чтобы у нас они вели себя сплоченно, чтобы они дружили друг с другом. Я думаю, что в стране должно быть так, чтобы все друг с другом дружили, и у всех было все хорошо. Любим Россию за то, что она очень большая, красивая. Мы любим много чего в России. Там растения, дома. Я люблю Россию, потому что в ней моя родня. Здесь все родные люди, и здесь она очень большая и очень красивая. Я являюсь патриотом своей страны, потому что для меня это самая родная страна. Это та страна, в которой я родилась, выросла. Я горжусь тем, что я являюсь ее гражданкой. И активно пропагандирую, в том числе и среди детей, что нужно быть настоящим патриотом. Нужно любить, нужно уважать свою страну. Нужно знать ее символы, нужно знать государственные праздники. И, безусловно, это то, что позволяет нам быть сильными, здоровыми и, в принципе, оставаться людьми, что самое важное. А жителям всей нашей огромной, прекрасной страны я желаю счастья. И самое главное, чтобы у нас было мирное небо над головой, потому что это самое важное. Будет это, будет все остальное. Прямо сейчас прогноз погоды, после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Сотрудники паспортного стола Хабецкого района отметили новоселье. Поздравить их с приобретением новой крыши над головой приехал заместитель министра внутренних дел по Карачаево-Черкесии Александр Середа. Прошлась по новым служебным кабинетам и Фатима Даурова. Замминистра внутренних дел по республике Александр Середа и глава Хабецкого района Тимур Жужуев стали первыми гостями в новом доме. Экскурсию для них провела лично начальник отделения по вопросам миграции МВД России Хабецкий майор полиции Юлия Руцинская. Она рассказала про удобства, которые новое помещение предоставляет как самим сотрудникам, так и гражданам. Позволяет площадь развернуться, достать то, что нужно, необходимо. Прислужа спрашивает, насколько удобнее от того, от старого здания? Ну, во многом удобнее, потому что и поближе к руководству, и новое помещение, конечно, и место для приема граждан больше нравится, конечно, и место ожидания. Переезда в новое помещение работники отделения по вопросам миграции МВД России Хабецкий ждали с нетерпением. Раньше они ютились в нескольких комнатах здания сельской администрации. Теперь же, поменяв локацию, они оказались в самом центре аула, ближе к главному отделу МВД Хабецкого района. Александр Середа оказался доволен увиденным и организацией приема граждан. Во-первых, у нас здесь каналы связи более быстрые имеются, и появилась оборудование, аппаратура, соответствующая для оказания госуслуг по линии миграции. Ну и, прежде всего, комфортные условия в помещении. Для граждан предусмотрены и место ожидания, и мебель соответствующая, кулер имеется. Возможностью предоставления комфортных условий для коллег и граждан, обращающихся за услугами миграционного отдела, гордится начальник паспортного стола. Майор полиции не скрывает свою радость по поводу новоселья. Сам ремонт нам требовался, потому что помещение было старенькое, здесь все новенькое, свеженькое. Для граждан очень хорошо оснащено место ожидания, место приема, более комфортнее стало теперь, много преимуществ. Поздравить бывших уже соседей по служебным кабинетам пришли работники сельской администрации аула Хабец, которые несколько лет делили свой рабочий дом с сотрудниками паспортного стола. С вашим хорошим днем, с новосельем. Я буду скучать, конечно, мы были соседями, я буду приходить. И удачи на новом месте, в ваших делах, в начинаниях, вообще во всем. Спасибо, что вы у нас в Хабезе есть. Мы стараемся, мы очень стараемся, чтобы всем было приятно получать у нас услуги. Получать услуги отдела по вопросам миграции МВД России и Хабезки теперь можно по новому адресу. Аул Хабез, улица Умара Хабекова, 75. Добро пожаловать. Фатима Дорова, Расул Бердеев, Вести Карачаева, Черкесия, Хабезский район. Под их контролем находятся различные объекты, имущества граждан и юридических лиц. Они всегда на страже правопорядка. На следующий репортаж о буднях сотрудников неведомственной охраны по городу Черкесску. Александра Коваленко продолжит тему. Так как наша съемочная группа на ознакомительную экскурсию попала уже ближе к 10 часам дня, пронаблюдать, как проходит вооружение и утренний развод личного состава нам не удалось. И мы сразу попадаем в сердце отдела. Это пульт централизованного наблюдения. Именно сюда поступают тревожные сообщения о нарушениях целостности систем сигнализации, подключенных к системе передачи извещений. Ну а далее все проходит по налаженной цепочке. За считанные секунды, благодаря слаженной работе сотрудников Центра оперативного управления, на место происшествия выезжает патрульный экипаж группы задержания. Спустя буквально несколько минут уже докладывают о проделанной работе. Докладывайте, что у вас там. 9-3 на месте. 22 на месте. УСУЗ Ордык без замечаний проводил командир роты. Принял. Так, 9-2 записывай новый адрес. Заместитель начальника отдела вневедомственной охраны по городу Черкесску Али Тибуев рассказал, что государственное полицейское подразделение осуществляет охрану особо важных режимных объектов, имущества физических и юридических лиц по договорам. И поэтому особое внимание здесь уделяется физической подготовке росгвардейцев. Они ведут здоровый образ жизни, много времени проводят в спортзале. Ведь перед ними стоит широкий перечень задач. Это не только охрана объектов, но и борьба с терроризмом, участие в задержании особо опасных преступников, а также обеспечении общественного порядка в республике. Благодаря обновленному автопарку передвигаться на патрульных машинах стало комфортнее. Также Али Тибуев рассказал об оснащении автомобилей. Мы оснащены, во-первых, рациями для связи с ЦОУ и сигнальными маячками, чтобы беспрепятственно и за кратчайшее время подъезжать на объект. Росгвардейцы уделяют пристальное внимание обеспечению охраны общественного порядка образовательных учреждений республики на протяжении всего года. Работа в этой области направлена на предупреждение и в случае необходимости пресечения противоправных действий в отношении работников и обучающихся. Нам предоставилась возможность лично убедиться в оперативности работы патрульного экипажа после условного срабатывания тревожной кнопки. Школы, а также детские сады подключены к тревожной кнопке к дежурной части внедомственной охраны города Черкеска. При поступлении сигнала тревоги наша задача немедленно отреагировать, зафиксировать бортовой журнал. Кратчайшим путем, без нарушения правил дорожного движения, приблизиться к охраняемому объекту. Также после мы действуем, мы выдвигаемся к охраняемому объекту, выясняем причину поступления сигнала тревоги. И при осмотре мы выявляем какие-нибудь недостатки и сообщаем это в дежурную часть. Также росгвардейцы рассказали нам, какими качествами должен обладать каждый сотрудник. Во-первых, это дисциплина, ответственность и никакого намека на лень. Александра Коваленко, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия. В Кантамансийске завершился Международный экологический фестиваль фильмов и программ «Спасти и сохранить». Среди 350 работ международное жюри отобрало всего три десятка лучших материалов, раскрывающих проблему экологии родного края. Сюжет корреспондента Вести Фатимы Даурова и оператора Алия Бастанова про загрязненность территории одной из достопримечательностей Карачаева, Черкесии, Красногорского Нарзана, вошел в число победителей, став лауреатом 25-го Международного телевизионного экологического фестиваля «Спасти и сохранить». На этом субботний выпуск «Вести» подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Диафрагму надо посмотреть на троечке. Ох, нет, нет, ничего не скажу. Партитры готовы? Готовы. Проверяем микрофон. Ты меня слышишь? На плазму что-то уберем. Давай вот с этим айди возьмем, с той ромашечкой. И вы уже в эфире? Я такой, а, вы в эфире и не выхожу обратно. Внимание, минута до эфира. Мадонна? 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 Субтитры создавал DimaTorzok